Не знаю, видно его, не видно. Вот коробка. Поддончика. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, нужна ли полная замена масла в автоматической трансмиссии производства GM. Шестиступенчатый гидромеханический автомат. Она же 6T30, 6T40, она же 6F45. F обозначает полный привод, это у нас Opel Antara, Chevrolet Captiva. T обозначает передний привод, это Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando и модельный ряд автомобилей Chevrolet Aveo. Достаточно обширное применение данной коробки, и она очень сильно получила распространение в нашей стране. Всегда при покупке бушного автомобиля, в данный момент у нас же GM ушел с рынка и оставил свои прекрасные трансмиссии, с которыми нам приходится жить, бороться, чинить, эксплуатировать и так далее. Касаемо данных коробок, здесь мнение двояка. Оно разделилось. Плюс те, кто считает их гиперненадежными коробками, и плюс те, кто считает их сверхнадежными гидромеханическими автоматами, гораздо лучше, чем роботизированные современные коробки и так далее. И то, и то мнение имеет право на жизнь, поэтому всегда при покупке БУ у нас возникает вопрос, как менялось масло, с какой периодичностью, частично либо полностью, и что с этим совсем делать, стоит ли брать коробку в принципе. К сожалению, в данной трансмиссии есть один нюанс, особенно касается конструктива, именно технической части внутри. Это износ барабана 4, 5, 6 передачи. После 2010 года они попытались переделать данную конструкцию по минимуму, то есть как-то ее усилить, но все в принципе остается на прежнем уровне. То есть бывает так, что вылетает стопор из этого барабана, начинает ходить пакет фрикционов там, и изнашивает волнистую шайбу. Данную коробку мы рассматривали уже ранее, но Opel Astra J, как она встает в аварийный режим, и что можно сделать за минимальные денежные средства с ним. Но там и на следующих коробках, и в принципе, так как они уже достаточно поездили, и достаточные пробеги имеют, есть одна проблема, это износ этого барабана 4, 5, 6, и износ далее волнистой шайбы. Волнистая шайба, которая впоследствии до такого состояния стирается, машина перестает вообще, в принципе, ехать, трогаться либо назад, либо вперед. И до этого, в самом начальном уровне, может появиться ошибка по соленоиду, что он некорректно работает. Потом выясняется, что цвет масла, он не черный, и не красный, а цвет масла приобрел металлический оттенок, это означает, что износ барабана 4, 5, 6. Когда мы покупаем автомобили, меньше всего хочется нам вкладываться, естественно, и максимально поездить. Но покупая GM-овскую трансмиссию с данным автомобилем, не отдельно, а вместе с автомобилем, мы должны понимать то, что данная конструктивная особенность, она неминуемо приведет к капитальному ремонту, к сожалению. Либо он был до этого, либо он после этого будет, неважно. Трансмиссию уже накатали определенный срок, то есть и уровень бушных автомобилей достаточно велик на рынке. И купить трансмиссию с данной неисправностью очень легко. Замена АТФ жидкости здесь не помогает, в принципе, ни частично, ни полностью, ввиду того, что это конструктив, это металл, вот уже износился металл. Если, например, при каких-то минимальных толчках на первый, второй, третий, которые ели чувствительно, это как-то скажется положительно, полная замена масла, то на конструктив его ресурс это никак не скажется. Если не исправили эту проблему предыдущий владелец с капитальным ремонтом, то следующий владелец, конечно же, попадет. Ну, в принципе, достаточно очень большой процент людей продают эти автомобили, зная данные особенности. Еще один немаловажный нюанс это нахождение масляного фильтра внутри. Внутри он, опять же, фетровый, имеет ограниченную пропускную способность, потому что со временем он забивается. Мы данные фильтра рассматривали, как они забиваются и что внутри происходит. Внутри бывает и мелкодисперсная стружка, бывают кусочки от фрикционов. Это мешает протоку масла и идет ухудшение самого процесса гидравлики. То есть ухудшение работы трансмиссии может зависеть от масляного фильтра. Но, как правило, чтобы его поменять, необходимы еще некоторые манипуляции. Это снять трансмиссию, снять колокол, а при его замене может оказаться, что что-то еще изношено. То есть его всегда откладывают до капитального ремонта. Это нужно учитывать, то что пробеги, когда 200 тысяч плюс, фильтр уже не будет в полной мере справляться с пропускной способностью и нормально создавать давление в гидросистеме. Он будет препятствием. Это препятствие можно устранить только капитальным ремонтом трансмиссии. Но, как правило, когда меняют фильтр, меняют еще барабан 4, 5, 6. На всякий случай вместе с этой волнистой шайбой. Частичная замена 100 раз слить, 100 раз залить, либо полная здесь ничего не даст. Просто нужно иметь в виду и отслеживать цветность масла. Если масло приобрело металлический оттенок, то это уже все. Это уже начало конца. Даже если трансмиссия хорошо ездит. Даже если там поменять масло полностью. Это не повлияет никак на ресурс. Теперь полная замена масла. Она имеет смысл только, когда трансмиссия в исправном состоянии и нет никаких отрицательных вещей, как ударов, пинков и пробуксовок. Тем более нельзя в этот трансмиссии поменять масло и думать, что пробуксовки уйдут. Они не уйдут, они останутся. В основном 4, 5, 6, а также когда отказ соленоидов, что очень редко бывает. Но мы ранее рассматривали, на примере Opel Astra J, как происходит аварийный режим из-за соленоидов. Но там тоже проблема барабана существует, ее никто не отменял, и впоследствии все равно придется ее капиталить. Так как временная превентивная мера, это помогло в данной коробке проездить какой-то определенный километраж до капитального ремонта. Но он не минует. Так вот, касаемо, опять же, полностью меняем масло и прокачиваем всю систему только тогда, когда в коробке нет никаких отрицательных тенденций. Все нормально по ошибкам неисправности, она не капиталилась и никак себя отрицательно не показывает. Замена масла уберет маленькие недочеты между переключениями, чувствительные, которые... Они не являются ударами, они чувствительны, потому что для кого-то удар, такой, как в зад кто-то въехал, это пиночек, для кого-то пиночек, это удар. То есть люди по-разному воспринимают косяк, который в трансмиссии происходит. Это очень важно, когда покупаете БУ автомобиль. Данное видео, если хотя бы один человек посмотрит и будет уже менее скептически относиться к данной трансмиссии, это ему уже поможет впоследствии выбрать более-менее живой автомобиль и хотя бы проездить несколько лет до капитального ремонта. Они сразу ввязываются в пучину страстей гидроблоков, барабанов, начали в этом разбираться и так далее. Все это на данной коробке не так легко и просто. Так вот, видите, вот коробка. Столько масла меняется. В коробке 10 литров, а сливается вот столько вот. Вот. Покачка. Опа. Заводи. Вот. Так. Заладень. Угу. Души. Зайди. Души. В 2-1 Взводи. 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 Полтора года назад здесь меняли масло. Пробег за полтора года составил 60 тысяч километров. Сейчас посмотрим, какое оно сольется. Какого качества. И через 60 тысяч километров, 60 тысяч километров назад была полная замена. И немножко оно подгоревшее. То есть имеет специфический запах, небольшой запах поддончика. При таком масле полная смена достаточно безопасна, потому что по трансмиссии нет ни ошибок, нет никаких нареканий. То есть ударности, переключения и так далее. Но так как масло за 60 тысяч так сильно почернело, это свидетельство о том, что износ все равно присутствует. То есть мы поменяем, будем дальше эксплуатировать автомобиль. Но при условии, что он будет эксплуатироваться в сидящих условиях, а именно не будет никакого рваческого движения, жестких пробок и так далее. В принципе, он до этого так эксплуатировался. За этот пробег, да, желательно поменять фильтр, в принципе. Но это в кавычках желательно, ввиду того, что нужно снимать трансмиссию, половинить коробку. Естественно, никто на это не пойдет. Меняется здесь фильтр только при капитальном ремонте, к сожалению. Декстрон 6, синтетика. Первая прокачка. Сейчас посмотрим, что внутри коробки. Это у нас пробег. Не знаю, видно его, не видно. Заводим. Смотрим. Прокачка вторая. Прокачка на прокачку. И заключительная третья. Сейчас посмотрим, сможем ли мы вымыть негро. Прокачка. В принципе, оно уже неплохое. Норм. Норм. Так, проверяем уровень. Уровень присутствует. То, что частичная замена масла, это, к сожалению, перемешивание. Особенно, когда у нас идет износ вот этого барабана. Когда у нас фильтр находится внутри, и гидроблок тоже страдает со временем от загрязненности АТФ жидкости. Частично здесь пустая трата денежных средств. Но, опять же, у каждого свое мнение. Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. То есть, здесь отговаривать кого-либо. Это пустая трата времени. Просто перемешивание жидкостей. Спецификация данной жидкости Декстрон-6. Когда мы наливаем, слили 4 литра, залили 4 литра. Там и порядка 4 литра в оставающейся коробке. Все это перемешивание происходит. Это, наоборот, дополнительно забивает гидроблок и соленоиды. Соленоиды там достаточно сложного алгоритма работы. Именно они интеллектуальные, которые могут работать, так сказать, в режиме подвисания и так далее. То есть, не совсем все легко и просто. То есть, залить, слить, тысячу покататься, залить, слить. Это имеет место быть, если автомобиль новый. Можно проводить эксперименты по перемешиванию и так далее. Но, к сожалению, это отрицательная тенденция по гидроблоку и качеству переключений потом уже. При перемешивании масел. Но, опять же, у кого прокатывал и ничего не было, пожалуйста, менять можно. То есть, касаемо охлаждения данной трансмиссии. У нас радиатор охлаждения общий вместе с двигателем. То есть, у нас по одной из банок радиаторы циркулирует АТФ жидкость. По другой охлаждающая жидкость. То есть, получается теплообмен. В данных радиаторах единственный минус, что пакет редко кто моет, в принципе. И если заглянуть между конденсатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя и увидеть страшную картину из грязи, которая еще с 2012 года там хранится, К сожалению, коробка страдала локальными перегревами, что не есть хорошо. Это уже является минусом при покупке. Плюс к этому, она и так высоко нагружена. Даже если мы выезжаем на ней раз в неделю и пытаемся ездить крайне медленно, у нас и то какой-то дополнительный износ трансмиссии идет. Такова особенность джеймовской трансмиссии. То есть, вы их не любите, вы просто не умеете их готовить. Данный барабан 4, 5, 6, он усиливается. А именно ставится усиленный барабан, меняется втулка. Уже на корпусе коробки, да, кстати, здесь и корпус тоже изнашивается. Мало того, что изнашивается барабан, стирается волнистая шайба, еще изнашивается корпус. На корпусе находится втулка, куда ставится барабан, втулка с тефлоновыми колечками. Если все это дело запустить, или владелец проездил достаточное количество километров с данным косяком, потому что не все при пробуксовках пытаются ремонтировать. Многие занимаются, так сказать, самым внушением, что масло поможет, давайте соленоиды поменяем, попробуем поменять гидроблок и так далее. Все это бесполезно. Пробуксовки остались, продолжает уже менее интенсивно эксплуатировать, но эксплуатирует и получает износ корпуса. А износ корпуса это вещь тоже очень дорогостоящая. Потом по калькуляции гораздо проще купить коробку БУ, либо контрактную, к сожалению. Но у БУшной и у контрактной тоже есть один неоспоримый минус. Там тоже барабан никто не менял, ее разобрать не дадут, посмотреть, что там внутри и в какой степени износа у данного барабана, в принципе. Поэтому очень-очень аккуратно. Итак, подведем итоги. Данную трансмиссию покупать в БУшном исполнении можно, если ее правильно продиагностировать. Каким образом? Отследить ее качество приключения, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, естественно, и вниз, и вверх. Поездить хотя бы полчаса на данном автомобиле, чтобы не было ударности. Если третья, четвертая, пятая, шестая, между ними существует ударность, то лучше повременить с покупкой, либо готовить бюджет на капитальный ремонт. Если по трансмиссии есть ошибки по соленоидам, они, первое, могут быть по соленоидам, то есть дело может быть только поменять соленоид и все. А также это может быть и конструктив, то есть проблема в гидроблоке, либо проблема в технической части. Плюс к этому охлаждение коробки. Первым делом смотрим частоту радиаторов. Если радиаторы не просвечиваются, это очень просто отследить, то лучше задуматься о покупке чего-нибудь другого. Так как коробка и так страдает локальными перегревами, она очень горячая, то есть в кавычках работает в больших температурных диапазонах. И данная трансмиссия требует настоятельной чистоты радиаторов, чтобы и жидкость АТФ была свежая, и радиатор был чистый. Далее, если мы уже приобрели данный автомобиль, не пренебрегаем заменами масла. Регулярными заменами от 40 до 50 тысяч километров. Есть, конечно, более интенсивная езда, это когда 40 тысяч километров за полгода, то вне зависимости по времени, когда это наступит, именно на таком пробеге. Потому что полная замена масла нам сохранит гидроблок, увеличит качество переключений вверх и вниз, и тем самым мы отодвинем капитальный ремонт по гидроблоку, опять же, и продлим ресурс. Но если пробег 200+, тут, к сожалению, стоит готовиться к проблеме данного барабана. Либо отслеживать 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю. Конечно, лучше не параной, но отслеживать не помешало бы. Полностью менять или частично – дело каждого. Если человек хочет частично менять, пускай меняет. Если хочет полностью – пускай полностью. Просто под этим должна быть почва. Почему он меняет частично, почему он меняет полностью. И где больше плюсов, где больше минусов для себя определить, и уже заняться обслуживанием. Уж лучше хоть как-то поменять, чем не менять вообще. Потому что при замене масла мы хоть видим степень горелости масла, которое сливается, и степень его износа. А именно, если первое – у нас металлический цвет масла, а именно то, которое приобрело цвет серебристый, это уже износ данного барабана, к сожалению. Второе – это степень горелости. Если резкий запах горелый, то тоже. Тут, к сожалению, чудес не бывает. Это уже конструктив. 100% внутри трансмиссии. Еще одна отличительная особенность данной трансмиссии – ее ремонта, ее конструктивной недоработки. У нас гадроблок, когда крепятся к коробке, на посадочную плоскость прикручивается. Эта посадочная плоскость от температуры бывает, ее ведет, а именно она повреждается. Уже плоскость превращается не в плоскость. А также есть нюансы, то, что микротрещины появляются, либо трещины вообще. То есть, после снятия гидроблока данная позиция, а именно сама плоскость, она может быть в изношенном состоянии. Температура там подействовала, уже гидроблок нормально давление не будет держать. Ввиду того, что разгерметизация там будет. И трещины. То есть трещины тоже имели место быть на данных коробках. Там вставал уже вопрос о том, что надо трансмиссию брать бушную. Потому что только после дефектовки можно сказать, что с коробкой происходит. Это по любой трансмиссии. Не разобрав коробку, говорит то, что соленоид пооткренивает, это 100% соленоид, или там 100% масла поменять все поедет, быть не может. Только диагностика и дефектовка. Это 99% успеха, потому что без этого никак. Если некоторые думают, что если не поменяются леноид, что все будет хорошо, нет. Так что берегите свои автоматические трансмиссии. Удачи подобрать живой бушный автомобиль, чтобы он вас радовал, а не капиталился. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok